Клево всем, друзья! Сегодня я на реке Кубань, и я сегодня с донкой. И я покажу, как правильно ловить на донке на течении. Я покажу более интересный способ, более уловистый, поразнорыбиться в донке. Поехали! Ну что, друзья, удилище готово, точку нашли, прикормка готовая. Осталось прицепить крючок и начать ловить рыбу. Ну вот, возьму, начну, 12-й крючок на 14-м поводке. А там посмотрим. Поводок заводится просто в петлях в петлю, никаких сложностей. Так же и меняется. Откусили поводок, привязали новый. Насадка у меня будет сегодня исключительно опар. Ничего другого я не брал. По забиванию. Слишком большой объем прикормки, слишком большой, нам делать не надо. Время ожидания больше трех минут нет смысла. На таком сильном течении всю вашу прикормку унесет далеко. Несмотря на то, что внизу течение очень слабое, или его почти нет, но оно есть. Тут зависит от глубины. Чем больше глубина, тем внизу меньше течение. Здесь глубина в районе 2-2,5 метров. Это не 4, как на Волге, не 6, не 8. Понимаете? Поэтому течение довольно сильное. Рукой. Все. Больше ничего не надо. Силой сжатия можно определять. Заброс. Если прикормка влажноватая, сжимать можно слабее. Если прикормка начала подсыхать, сжимать сильнее. Мы смотрим, у нас при времени ожидания до трех минут, прикормка не должна... Вот эта поклевка. Здесь первый заброс и сразу поклевка, друзья. Вот так. Американский сомик маленький. Вот прикормка у нас большая часть осталась. В то время ожидания прошло всего секунд 30-40 после заброса. Скорее, вовсю. В этом месте я и приехал именно за вот этой рыбкой. Его тут очень много. И эта рыбка номер один у меня сегодня будет в рыбалке. Рыбалка пошла. Ловим, друзья. Значит, друзья, бубенцы. Я их использовать не буду. В каких ситуациях нужны бубенцы? Бубенцы нам нужны, когда мы ловим на несколько удилищ. Просто визуально мы не можем уследить сразу за несколькими удилищами. Максимум на два, если они лежат рядом. Если два мы размесем в стороны, мы уже их увидеть не сможем. В таких случаях бубенцы. Но, друзья, что такое бубенцы? Если у вас вы увидели, что дернулся так, что сработали бубенцы, это значит, что рыба практически уже засеклась. И это значит, что 50%, а то и 100% поклевок вы просто не увидели. Это одна из ста или одна из пятидесяти рыб, которые... Красиво. Поклевки. Такие, что... Вот. Сейчас прикормка практически вся вышла. Вот это то, что я сейчас добиваюсь. Кидаю в одно место, оставляя там прикорм, я раскармливаю место. Как бы приглашаю рыбу на стол. Наша задача увидеть поклевку раньше, до того, как рыба засеклась. До того, как рыба выплюнула. И правильной подсечкой среагировать на поклевку рыбы. Есть. Вот вовремя подсек, рыбка есть. Пять маленьких усадок. В Краснодаре уже несколько лет подряд нету зим. И этот гад расплодился так, что начал с ямы притеснять другой рынок. Вот в этих местах еще 3-4 года назад отлично ловился гора. Сейчас только солнце. Стараемся кидать в одну точку. Ого, 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 что-то там такое. Нифига себе. Я без пацака, без ничего. У меня длинного такого пацака нет. Что-то, чтобы поднять серьезную рыбку. Ого, какой. Что-то на рыбку похоже. Ой, ой, ой. Вот такой американский сомик. Такой такой ротик усадый-полосатый. Рассказываю про бубенцы, друзья. А вот у вас заброшено. Лежит кормушка, лежит поводок. Что происходит, если у нас сильно... Чтобы сработали бубенцы. Рыбе нужно дернуть так сильно. Сильно. Вы можете это взять, попробовать дома. Положить кормушку на пол. Взвести удилище. И попробовать, как нужно сильно дернуть рыбе, чтобы у вас сработали бубенцы. Огромное количество рыбы подошло. Взяла насадку. Потянула. Почувствовала нагрузку жесткого кончика удилища. И выпунула. И так может быть много раз. Одна, вторая, пятая, десятая. Пока одна какая-то при выплевывании не укололась. И сильно не дернула. Таким образом у вас задресся кончик. И сработали бубенцы. При выплевывании она заукололась. Испугалась и дернула. И тут уже все зависит от крючка в первую очередь. От качества крючка. Она засеклась окончательно. Или все-таки выпунула. Поэтому, если есть возможность, ловить на одно удилище без бубенцов. Больше шансов поймать. Когда вы только видите, что началось движение по кончику, вы делаете подсечку. Друзья, подсечка. Как у нас все подсекают на донке. Увидели поклевку, затресется спиннинг. Подбегают и со всего размаху делают бешеную подсечку. Друзья, это сверх неправильно. Это сверх неправильно. Что происходит при подсечке? Крючку, чтобы засечься, должна быть свой угол атаки. Крючок может зацепиться за губы. За выпирающие части. Как правило, это нижняя или верхняя губа. У большинства рыб самая толстая часть, это нижняя губа. Это чаще всего цепляется рыба. А чтобы крючок зацепился за нижнюю губу, нужно, чтобы жало крючка смотрело вниз. Почти все крючки при плавном вытаскивании разворачиваются с жалом вниз. При вытаскивании изо рта крючок начинает вот так разворачиваться вниз и засекает рыбу. Что происходит, если мы сильно резко дергаем? Мы не даем возможность крючку развернуться. Мы просто, как он там есть в пасте, резко выдергиваем крючок из пасти рыбы. Таким образом, крючок не принимает нужный угол атаки в пасте рыбы. А что будет, если мы будем плавно делать не подсечку, а плавно? Если современные хорошие крючки, они рыбу просекают великолепно. При плавном отводе мы даем возможность крючку, время на разворот и на подсечку. Вот это вот плавно с головой хватает просечь нижнюю губу. С головой. На большинсорах. Да, если это у нас амур и крупный сазан, там нужно еще чуть подсечь, возможно. И то не всегда. Чаще всего и этого хватает. Поэтому не делайте вот этих мощнейших. Вы просто сами этой подсечкой выдергивайте крючок из пасты рыбы. Вот. Я плавно вывел. И таким образом мы еще отводим рыбу с точки. Если рыба сошла на точки, особенно это лещ и карась, это все. Точка у вас на время заглохнет. Очередной американец. Насадка. По моему опыту, в Кубани чаще всего работает 1-2 парышевцы. Брать за парышевцы. Иногда я ловлю 3 штуки и больше не вижу смысла одевать. Да, если сейчас можно поставить побольше крючок и попробовать поймать более крупного. Один штука. 5-6 опарышев. Есть и такой вариант. Но при ловле большинства рыбы, включая леща, 1-2 это самое ходовое количество парышев. Не надо одевать огромный пучок при ловле этой рыбы. Нет смысла. У вас все равно будет теребенька мелкая рыба. Вот дергать. Постоянно дергать, не реверировать. Не факт, что вы что-то поймаете. И очень часто сидишь, пробуешь, перебираешь насадку. Количество опарышев. 3-4-1. И вот этот прекрасный момент. В очередной раз одеваешь одного и ловишь килограммового леща. Потом перебираешь варианты. Опять одеваешь одного и ловишь килограммового сазана. Было такое у меня много раз. Ну вот я пришел к выводу, что для меня 1-2 опарыша это самая норма в Кубани. Бульси пусинки. Ох, как он красиво. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Тих-тих-тих. Ругается. Недовольно. Вот, друзья. Как положено, о чем я и говорил. Четко, четко за нижнюю губу. И вот, друзья. Смотрите. Я ловлю без всяких трубочек. Без сверх сложных узлов секретных. Без трубочек противозакручиваете. У меня ни разу еще поводок не перекрутился. Не запутался. И одна из причин. И одна из причин. Это удар в клипсу. Это тот маленький секрет, который знают все фидеристы. То есть, все, кто ловит на фидер, знают этот секрет. Удар в клипсу, это как раз то, что не дает поводку запутываться. Пусть у вас будет хоть один, хоть три. Ну что, друзья. Пять опарышей. О чем я и говорил. Очень часто, почему-то у нас в Кубани, увеличение объемов приманки не всегда увеличивает рыбу. Друзья, если вы же все-таки предпочитаете ловить на прикормке типа пластилин, когда замешанное пластилин, крючок не оборвало петочку. Никогда не используйте в таких случаях закрытые кормушки. То есть, если вы ловите на очень вязкие прикормки, очень вязкие, то кормушка должна быть тогда только открытой. только открытой. И именно тогда больше шансов поймать рыбу у вас. Вешать огромное, делать огромную пружину. Вот такой тоже нет смысла. Есть смысл делать большую пружину с большим количеством прикормки. Если вы точно знаете, что в этом месте, где вы ловите, есть лещ и сазан, и вы хотите его привлечь и удержать, тогда нужно на точку дать больше прикормки. Но опять же, чтобы удержать леща и сазана, нужно, чтобы у вас прикормка выходила с кормушки. Вы можете налепить батон, но он у вас не должен вернуться после заброса. Он должен весь остаться, и время ожидания на такое сильное течение более 4 минут просто не цели собрать. У меня все поимки сазана, что были на реке купань, на фито, они все в районе минуты. Поклевки были все в районе минуты после запроса. Так же и леща. Вот сейчас, друзья, ситуация интересная. Ловил на 3 опарыша, шли поклевки. одел 5 опарышей, поймал одного маленького. Потом несколько забросов, не было поклевок. Поставил 3 опарыша, и опять пошли поклевки. Казалось бы, американский сомик прожорливый. А вот не хочет брать большого объема насадку. Что использовать монолеску или шнур? Что вам удобно? Но если вы хотите видеть более результативные поклевки, это шнур. 0,1-0,12 максимум. Больше чем 0,12 нет смысла использовать шнур. Вот на данный момент у меня стоит 0,12 шнур. Как видите, кормушки 70 грамм, проблем вообще не возникает. также и 100 грамм. Если мне не нужно сделать силового заброса, проблем не возникнет забросить. Если у меня не будет перегружено удилище, так же все спокойно его заброшу. Но при этом поклевки на шнур я лучше буду видеть, чем на монолеску. есть монолеска 0,22 0,25 максимум. Если вы поставите уже тройку и просто никакая кормушка у вас на печенье не удержит. Слишком толстая леска и будет все уносить на Камчатку. Вот вот у нас рыбчик. Небольшой рыбец. Вот такой маленький рыбчик. Красивая очень рыбка. Рыбчик. рыбчик. Друзья, началась ситуация. Стали странные поклевки. Стали странные поклевки одиночными ударами. Удар тишина, удар тишина. Сейчас удлинив поводок до 60 сантиметров. у меня основной поводок 30 сантиметров. Я добавил еще вставку 30 сантиметров. Таким образом поводок стал 60 сантиметров. Через джинсы сомик ударился в ногу и крючкой пробил уколол. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Для вас это практически ничего не значит. Каналу поможет продвигаться. Одно удилище позволяет лучше его контролировать. Больше экспериментировать с прикормками, с насадками. Больше внимания уделяешь ему, чем когда ловишь сразу на несколько удилищ. Когда-то я этому не верил, это не мог понять. считался крутым доночником, крутым рыбаком, иногда ловил по многу карася, в принципе и все. у нас леща в таком количестве нету, поэтому попасть на яму с лещом и на колбасе на донке практически нереально. Хотя когда-то были времена, мы очень неплохо ловили под лещико на самодоры, когда пружинка забита хлебом, несколько крючков с пенопластом, очень неплохо ловили. Я на один фидер поймаю в разы больше, чем на самодоры. Это я говорю не потому, что я ловлю на фидер, а потому, что я прошел все этапы ловил на донке, ловил на фидер, поэтому у меня появилась возможность сравнивать. Нифига себе, нифига себе, друзья, вы видите, что вытворяет, чтобы бревно не зацепило. Вот это да, вот это кайф. Что там? Так, что там? Кто ж там такой? Усач что ли? Усач. Тоже усач. Я думаю, что такое конкретное? Мелкий или нормальный? Нормальный. Есть подсак? Если не трудно, подойди. Сейчас, подержи, подержи его. Усач, нельзя. Тут его много. Тут реально его надо половить вечером, ночью. надо, надо, надо. А если еще на метелика, это вообще будет. С трусками как и может. Спасибо. Ничего страшного, должны помогать друг другу. а у меня короткая всего 2,7. Я ее не стал сюда нести. Это видишь, приседать. Друзья, это усач пойманных с Кубани. Смотрите, какой красавец. У меня какой у него рот. У меня есть видео на канале по ловле усача. Можете перейти по ссылке и посмотреть это видео. Мы в большом количестве ловили. Единственное, в то видео не получилось половить нормально. Ловился мелкий усач. А так мы вот такого размера плюс-минус ловили в очень большом количестве. Ну, видео как всегда было пролетное по крупной лови. Смотрите, какой красивый. Кубанский усач. Вот пойманы в реке Кубань на донку, на опарыша. Вот такая красивая рыбка. Смотрите, какая красивая. Красный хвостик. Смотрите. Ну, друзья, вот я и половил на донку. Показал вам вариант, как можно хорошо, успешно ловить на донку. Рывалка у меня длилась всего два часа. За два часа подловил немножко американских сомиков, 14 штук, одного усача и десятка-полтора мелких густерок рыбцов, которые тут же выкидывались, не брались. Так что, друзья, попробуйте мой вариант донки, он вам очень понравится. И вы поймете, что можно ловить намного больше, ловя всего на одну донку с одним крючком. С правильным подходом. Желаю вам хороших, качественных уловов и до новых встреч на воде.